Всем привет! Около месяца меня не было возле нутряшек. Целая банда видит у нас в руках тыквы и ждет обеда. В прошлый раз, когда я здесь была, в ту же ночь появились малыши. Вот они. Подросли уже, но все же они еще малявки. Сейчас мы их покормим и, может, поснимаем малышей. Хочу показать, как они подросли. Ну вот, у каждого все есть. Все заняты едой. И малявки пытаются рядом кормиться. Ничего нет вкуснее морковки. Когда появляется морковка, вся еда другая забывается. Как они интересно, ручками запихают себе в рот мясорубку, а точнее морковую рубку. И малыши пытаются наесться. Их гораздо больше. Это просто самые храбрые. Они не боятся получить от взрослых. Главное, что младшие братья и сестры своих не обижают. А основная масса малышей внизу. И только некоторые наберутся смелости и вылезут. Ну, может быть. Вот как этот смельчак уже ест морковку. А он еще один вылез до тыквы. Обязательно насыпаем очень много зерна. Столько, сколько помещаются в кормушку. И даже столько, сколько не помещаются в кормушку. Зерно нужно для роста маленьких. А мамкам для большего количества молока. Эти кормушки изначально были для кроликов. Кролики не могут просыпать из них зерно. Но внутри своими лапками с любой кормушки высыпят зерно на пол. Вот два хорошеньких рядом кушают. Пока есть морковка и тыква, на зерно как-то не реагируют. А вот еще один, как танкист, вылазит. Голод не тетка. Страшно, не страшно, но поесть вылазить все равно надо. Они когда едят, иногда ругаются. Прямо как люди. Ворчат, кричат, чего-то доказывают. Как люди, но только на другом языке. Вот так подросли нутряшки, которых летом и не было. Всем пока, до новых встреч. Нас еще ждет вам интересных приключений и экспериментов. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Дмитрий, CASI,OS, ТОН, Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...